овны привет давайте быстренько глянем вашу неделю что наиболее в поле проявлено с чем будете встречаться более вероятно давайте загадывайте себя устраивайтесь на себя основное событие этой неделе совет и предостережение что давайте смотреть основное событие так ну что-то несправедливо будет на этой неделе происходить здесь может быть ваша личная несправедливость по отношению к себе это знаете когда вы даете себе обещания и потом их не выполняете или же действительно вы это обещание даете основываясь на каких-то внешних факторов не только на себе и конечно же естественно когда эти внешние факторы как-то начинают влиять в негативном ключе вы естественно не можете выполнить это обещание или же знаете вот просто я бы сказала такая слабость характера да когда я себе обещаю но вот когда приходит время что-то делать из того что я себе наобещала я как-то но еще оправдание еще какие-то вторичные выгоды чтобы этого не делать потому что здесь нужно проявлять стойкость духа с ней возможно есть проблема это если мы говорим про нас самих поэтому смотрите если у вас действительно вот это наблюдается то скорее всего это будет в первую очередь проявлено если мы говорим про внешний мир про других людей то это будет несправедливое к нам отношение со стороны других людей это где-то какие-то какое-то ущемление прав а где-то не будет восприниматься вас серьез и как знаете как на задний план отпихивать это когда кому-то другому то будет отдаваться предпочтение вместо вас хотя действительно у вас есть на это все ну скажем так больше больше прав больше возможности да и так далее просто по каким-то причинам вас будет задвигать если мы говорим про какие-то инстанция нам здесь действительно знаете к вам будет такое отношение что тот запрос который вы ходите ходатайство возможно дело которое вы рассматриваете на данный момент а оно будет не в вашу сторону как-то рассмотрено где действительно знаете вы будете чувствовать себя но каким-то ущемленным здесь еще может быть отложенный эффект да то есть допустим опять же если мы говорим про какие-то ходатайство заявления это когда вы что-то подали куда-то заявление отправили и вот прямо сейчас вы ответа не получаете да и вот это условно справедливость она откладывать возможно не на определенный на какой-то неопределенный срок да поэтому давайте давайте так это для вас вот эта ситуация она для вас справедлива вот то что на этой неделе будет происходить несправедливо для вас она для вас справедлива только лишь для того чтобы вы нашли свою внутреннюю силу вы смогли на нее опереться и действовать исходя из этого я бы сказала эта неделя может принести такой достаточно серьезный урок достаточно такой серьезный удар возможно в чем-то да когда мы что-то ожидаем мы как-то хотим чтобы разрешилась какая-то ситуация но этого не происходит и поэтому для нас это знаете как что-то нежданно негаданно случилось так вот это правильно для вас в данной ситуации здесь возможно знаете вы очень сильно да здесь очень сильно вы как-то чрезмерно уверенно в своих силах чрезмерно знаете как надеваете корону что а вот мне все у меня все получается мне все можно мне все дороги открыты я действительно могу как-то на что-то повлиять здесь возможно есть такой вопрос гордыни какой-то и поэтому здесь знаете как вам вселенная щелкает по носу чтобы вы немножечко знаете как осели в том что происходит и то как вы что делаете окей давайте посмотрим совет вам в этой ситуации так ну что действовать на не отпускать не опускать руки искать другие варианты искать другие пути искать другие возможности возможно пересмотреть свои ресурсы пересмотреть свой взгляд на ситуацию в которой вы действуете пересмотреть свои эмоции опять же чувства из которых вы действуете потому что опять же вот этот вот вопрос гордыни да когда я могу мне все можно и я тут пуп вселенной да и поэтому должно быть так как я хочу вот она иногда опрометчивые шаги нас заставляет делать поэтому здесь для вас такое как бы да ты руки ну как бы это не опускай но ищи ищи варианты другие да то есть условно закрыта дверь иди в окно закрыто окно ищи форточку какую-то щель что-то еще да давайте так здесь прям конкретно вам говорят что нужно действовать нужно давайте так не то что прям нужно да а наилучшим вообще стратегия в данном случае будет не полагаться как на вот на какую-то чуйку возможно да вот не на это а искать именно через действия взаимодействия через какие-то возможно но не совсем я не скажу обманные пути здесь не про это здесь про то чтобы знаете как малой кровью обойтись то есть из двух зол выбирать меньше да то есть из даже из самой плохой ситуации если допустим есть только по какие-то плохие для вас варианты именно развития до что вы и так потеряете так потеряете так потеряете что-то на то как раз таки из этого выбирать то что наиболее останется с вами и еще здесь обратите внимание на скажем так опять же вот видите такой справедливое отношение к себе да потому что смотрите у нас влюблены это про выбор по душе и здесь иногда вы действуете забывая о своей душе опять же это вопросы и когда сюда идут когда мы очень много на себя берем и забываем о духовной стороне поэтому здесь обратите на это внимание то есть до руки мы не опускаем мы ищем другие варианты которые могут нам помочь но не забывайте не забываем об этической стороне не забываем о духу душевной духовной стороне на так давайте посмотрим предостережение вам о чем хотят сказать предостережение вам хотят сказать про избегание ответственности если мы говорим а вообще у всех тех карт которые здесь есть и про вот эту несправедливость почему она происходит порой для того чтобы мы действительно знаете как сняли розовые очки и посмотрели на то чего мы избегаем где мы действительно знаете как-то не совсем правильно себя ведем и хотим выйти сухими из воды и вот здесь получается предостережение если вот эти последствия да как вот я горела меньше из зол и каждое зло у вас там с какими-то последствиями если вы пытаетесь избежать негативных последствий это не лучший вариант потому что опять же это про взятие ответственности когда вы идете и берете то что происходит вот это даже негативно это про вашу внутреннюю силу это про вашу ответственность у нас было это в начале да на сигнификаторе ситуации собственно здесь вам и говорится о том что да ты действительно как бы но сильный у тебя внутри есть определенные свои правила определенные вообще ход того как ты живешь еще от действуешь из чего ты допустим мыслишь так далее да естественно у нас у всех это есть и у нас у всех это разные то есть когда есть ценность на стабильность и здесь получается для того чтобы какую-то стабильность сохранить очень часто вы делаете вещи которые давайте так не совсем справедливо по отношению к другим людям и вот это несправедливость вам на этой неделе может возвратиться оттуда откуда вы этого не ждали поэтому овна ухо востро берем все последствия да потому что но вы уже все сделали да все что могли уже натворили теперь получается что принимать обратку будет будьте более активными ищите пути развития ищите пути разрешения той ситуации не опускайте руки обязательно и если действительно есть что-то какие-то негативные последствия да мы их принимаем потому что это нам идет уроком да для того чтобы дальше мы делали выводы и в такие ситуации или не попадали или если же даже попадаем то с меньшим скажем так уроном из них выходили ну что вот такая для вас неделя ставьте лайки пишите комментарии насколько у вас это отыгрывается кто еще не подписан на канал подписывайтесь обязательно в том числе у меня есть телеграм-канал переходите туда там много интересного и также если вам нужен персональный расклад или на эту ситуацию или на свою какую-то другую ситуацию мои контакты есть в описании связывайтесь со мной ну и до новых встреч пока пока